Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний фреш. Я, Анна Корольчук, как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными событиями. Начинаем. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 12. Для посетителей Дворца Румянцевых и Паскевичей доступна выставка под названием «Весна начинается сегодня». Гомельский живописец Олег Курашов творит в жанре натюрморт с цветами. Встретиться с весной искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие полотна автора, где главные герои цветы. Гомельские городские оркестры представят новый проект. Концерт «Симфо-сакс» состоится сегодня в Колледже искусств имени Соколовского. Он будет сочетать в себе самые разные стилевые направления от классики до джаза. Солист премьерного концерта – музыкант, играющий на всех разновидностях саксофона Виталий Ямутеев. Много лет он входил в состав лучшего отечественного джазового коллектива «Эппл-Ти». Не пропустите. Драматический театр в Гомеле проведет чаепитие в Вишневом саду. Мероприятие состоится в преддверии Международного дня театра. На втором этаже зрительской части театра пройдет эскизный показ некоторых сцен премьерного Вишневого сада Антона Чехова. На встрече желающие получат ответы на вопросы не только о предстоящей премьере, но и о планах театра. Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» пройдут 11 и 12 апреля. Жанр постановки обозначен как история одной семьи в четырех картинах. Зрителя ждут необыкновенные костюмы, красивые декорации и трогательная музыка. Не пропустите. Артисты Гомельской областной филармонии приглашают на весенний музыкальный вечер вдохновение. 26 марта гомельчане смогут проникнуться атмосферой весенней лирики, насладиться живым звуком и теплым общением. В концерте примут участие народная артистка Беларуси Галина Павлинок и дуэт «Акцент». В программе собраны музыкальные произведения самых разных жанров, а обогатит картину вечера игра на разных музыкальных инструментах – саксофоне, армянском дудуке и синтезаторе. Так что не упустите возможность настроиться на позитивную весеннюю музыкальную волну. Место встречи – дворец культуры железнодорожников. Праздник робототехники и инноваций ждет гомельчан. 28 марта участников турнира «Робоквест» объединит Гомельский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике. Здесь можно будет создать своего первого робота, окунуться в мир виртуальной реальности и даже овладеть силой мысли. В программе работа интерактивных площадок, выставки и стенды, а также соревнования в разных дисциплинах. Первые 500 посетителей турнира получат подарок. Турнир будет проходить с 10.00 до 15.00 по адресу улица Юбилейная, 52, вход свободный. Накануне Дня Победы 8 мая гомельчане смогут услышать любимые хиты прошлых лет. На стадионе центральные их споют артисты, которые не нуждаются в дополнительном представлении. Лев Лещенко и Анатолий Ермоленко выступят в совместной программе под названием «Родная земля». Планируется, что музыканты исполняют несколько шлягеров дуэтом. Выступлением в Гомеле артисты откроют совместный тур по белорусским и российским городам, завершится который в Минске в Большом зале Дворца Республики. В Гомельской области введен запрет на лов рыбы. Мера принята раньше времени в связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом. Во время нерестового запрета ограничено любительское рыболовство. Рыбачить можно только одной удочкой или одним спиннингом в светлое время судок без захода в воду. Нарушение условий влечет наложение штрафа, так что будьте внимательны. К другим интересным новостям. Все современные камеры в смартфонах требуют фокусировки для четкой передачи изображения. Но теперь специалисты одного из университетов США представили новую линзу, которая не требует фокусировки. При этом она обеспечивает четкое изображение всех предметов, расположенных на разном удалении от объектива. Для разработки новинки был применен метод нанопроизводства. Результаты экспериментов доказали, что новая линза ведет себя именно так, как и рассчитывали инженеры. В США сотрудница комиссионного магазина обнаружила среди поступившего товара картину Сальвадора Дали. Женщина отбирала картины, которые предстояло оценить. Один из экземпляров показался особенным, и она отнесла его экспертам, чтобы те дали свою оценку. В итоге выяснилось, что это акварель Сальвадора Дали. Более того, на картине имелась и подпись самого автора. Комиссионный магазин выручил за это произведение искусства 1200 долларов. Одна из американских компаний трудится над разработкой аэротакси, которая сможет перевозить пассажиров между городами. Его создают по схеме конвертоплана с поворотным крылом, на концах которого разместят воздушные винты, а в хвостовой части будет вентилятор. Аэротакси сможет перевозить грузы массой более 900 килограммов, развивая скорость до 650 километров в час на высоте до 6 километров. Компания уже приступила к испытаниям уменьшенных прототипах аэротакси. Деревянный флот неизвестной эпохи был обнаружен в Сербии. Исторической находке археологи обязаны работникам, трудившимся на угольном разрезе. Экскаватор вскрыл пласт глины, под которым оказался древний корабль. Длина находки 15 метров, ширина 2 метра 65 сантиметров. При раскопках рядом с кораблем были и другие суда. Их расположение позволило предположить, что корабли, вероятно, были мгновенно законсервированы под слоем ила и глины. Пока загадка и то, как суда оказались далеко от русла Дуная. Вопросы вызывает и глубина, на которой нашли этот флот. Теперь ученые ждут результатов исследования, которые должны помочь ответить на эти и другие вопросы. В Японии создали твердый майонез. По своей форме он напоминает ломтики сыра для сэндвичей. Новый формат делает продукт питания практичнее. Больше не нужно бояться, что майонез вытечет из упаковки, бутылки или самого бутерброда. При необходимости в любой момент соус можно сделать жидким. Для этого нужно просто разогреть ломтик в микроволновой печи. Компания друзей из США отправилась на подводную рыбалку. И одному из парней удалось поймать рыбу внушительных размеров. Но за улов пришлось сражаться с тремя акулами, которые тоже претендовали на этот обед. Когда рыбак начал поднимать рыбу на поверхность, за уловом приплыли три рифовые акулы. Они кружили вокруг добычи и несколько раз даже укусили ее. Несмотря на атаку хищниц, парень все-таки смог отстоять свой улов. Водоемы, дороги, стройплощадки, пиротехника и лекарства. Сюда же москитные сетки и чашка кипятка. Всего за секунду все это может нанести вред здоровью и даже лишить жизни. Как защитить детей от травматизма и о чем всегда нужно помнить родителям? Не детские игры. Это главная тема ближайшего выпуска ток-шоу «Главная тема». Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 9.05 и 15.20. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Желаю улыбок окружающих и отличного настроения на весь этот день.